Всем привет, друзья! Давно мы с вами ничего не готовили, давно мы с вами не говорили о еде. А у меня для вас есть некоторые новости по этому поводу. Во-первых, я вам покажу мой маленький секрет. А во-вторых, я научу вас готовить английский белый суп. Самый любимый суп королевы Виктории. Очень надеюсь, что мое видео и мои рецепты вам пригодятся. И хочу напомнить, друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайки или дизлайки. Что хотите, не оставайтесь равнодушными. Таким образом вы помогаете распространять мне мои видео. Также не забудьте подписаться на мой канал. Те, кто еще не подписан. Я очень жду 100 тысяч подписчиков. Да, друзья, и хочу еще напомнить, что под моими видео есть такой тайм-лист, где указывается время, синенькие циферки. Если вы нажмете на эту синенькую цифру, то вы перейдете именно на тот кусок видео, который хотите посмотреть. Желаю всем приятного просмотра! Хочу показать вам, друзья. Вот я получила посылку такую. Заказала. Компания Лэмберг называется. И вот здесь вот ее адрес. Сайт, видите? Хочу показать, что это. И хочу порекомендовать тем, кто живет в Англии. Может быть, кому-то подойдет. Это знаете что, друзья? Это икра. Да, всякая разная икра. Икра черная, икра красная, икра заморская, баклажанная. Хотела сказать, да. Вот так вот они мне прислали. Все чудесно упаковано. Доставка через два дня. Сейчас вам покажу, что тут именно. Вот видите, кавья – это икра по-английски. Компания Лэмберг. Вот это 300-граммовая банка красной икры чудесная, замечательная. Вот здесь 150-граммовая тоже красная икра, немножко другая. И остальное, вот, посмотрите, хоть и компания эта английская, но, посмотрите, икра Ментая. Вот написано Лэмберг. 100-граммовая баночка икры Ментая. Те, кто живет в России, тоже, скорее всего, знают. А я вообще любитель икру, эту обожаю просто. Вы знаете, все вот упаковано шикарно. Вот смотрите, икра Трески также на русском языке написана. Ну и еще я купила, вот, ошиблась, подумала, что это тоже икра. А это просто кусочки рыбы Киты. Кита стейкс. В общем, знаете что, хочу всем посоветовать тем, кто любит икру, и тем, кто вот из Англии. Потому что мне просто супер как понравилось. Я уже благополучно съела, наверное, банок пять на завтрак. Я ее с бутербродиками, утром с кофе просто обожаю кушать. Баночку икры Ментая я уже открыла. Покажу для тех, кто не видел и не знает. Вот так вот она выглядит, друзья. Ну вот так. Мне посоветовали, а я советую вам, друзья. Стоит довольно-таки недорого, кстати. Ну вот черная икра, конечно, дорого. Очень стоит там, по-моему, сорок фунтов банка. А вот красная трехсотграммовая баночка, вот эта вот, она, по-моему, двадцать пять, что ли, фунтов стоит. И вполне нормально. Ну а эти баночки один фунт пятьдесят. Как-то так. Тоже вполне те, кто любит икру, можно и купить. Но опять же, знаете, я спросила у сестры, которая у меня живет там, в России на юге. Говорю, Таня, сколько у вас стоит икра Ментая? Она говорит, такая баночка стоит семьдесят рублей. Ну вот, представляете, цена больше, чем в два раза дороже. Но тем не менее, тем, кто любит икру по утрам, кушать с бутербродиками, рекомендую, друзья. Попробуйте. Какие продукты нам понадобятся для нашего белого супчика? Две средних картофелины, две луковицы, средний или маленький кабачок, латук или лук-порей, как его еще называют, немного сельдерея, половинку авокадо, шампиньоны, 50 грамм сливочного масла для зажарки. Ну и, конечно же, соль, черный перец, также листья шпината и любые орехи, которые у вас есть. Орехи и шпинат – это на любителя, но лучше добавить. Можно супчик сделать вегетарианским, но я буду варить бульон куриный на заправку. Варим отдельно куриный бульончик. Когда бульон закипит, добавляем в него лаврушку, черный перец и укроп. Если у вас есть свежий укроп, то свежий укроп, конечно, лучше, но у меня только лишь сушеный, что тоже вполне приемлемо. Далее мы шинкуем наш лук-порей. Далее мы кладем в кастрюлю 50 грамм сливочного масла. И прямо здесь в кастрюле мы сейчас будем пассеровать лук и лук-порей. И на среднем огне, немного помешивая, жарим. Обжариваем до румяного состояния. Когда лук немного подрумянился, добавляем помытые и крупно порезанные шампиньоны сюда. И добавляем вот так вот очищенный и кругами нарезанный кабачок. Добавляем сюда немного уже готового куриного бульона. И еще минут 5 тушим. Теперь сюда же мы добавляем крупно нарезанную картошку. Вот так. Далее мы добавляем сюда весь наш оставшийся процеженный бульон. Или воду, если вы хотите вегетарианский супчик. И теперь варите где-то минут 30 все это. Хотя англичанки варят и дольше. Некоторые даже говорят, что нужно варить час, а то и полтора. Но, по-моему, нам это совершенно не нужно. Теперь нужно добавить стакан молока или сливок и проварить еще минут 5. Авокадо мы разрезаем напополам. И нам нужна только половинка. Аккуратно достаем. Сельдерей также сырой. Мы нарезаем тоненькими-тоненькими кусочками. Снимаем с огня наш суп. Выключаем. Теперь нам остается посолить по вкусу. Теперь мы должны наш сваренный супчик поместить в блендер. И не забыть положить наш шпинат. Измельчаем, насколько это возможно. Но то, что в нем плавают кусочки шпината зеленого, мне это очень нравится. И теперь наш полученный супчик-пюре нам нужно еще раз довести до кипения. Желательно помешивая, конечно же. Теперь наш супчик подается вот так. Ну вот, наш английский белый супчик готов. Остается только последний штрих. Мы добавляем сельдерей. Мы добавляем немного измельченных орехов. Мы добавляем наш авокадо. Тоже сколько желаете на любителя. Мы добавляем тертый сыр. Мы также добавляем остатки измельченного шпината. И на любителя можно добавить еще и сухарики. Вот так выглядит прекрасный суп. Он и выглядит красиво. Он и очень вкусный, аппетитный. И, как вы понимаете, он очень сытный и полезный. Попробуйте, друзья, и вы не останетесь равнодушными. Всем приятного аппетита!